17 февраля государственный праздник, день российских студенческих отрядов. Омский областной штаб провел ряд мероприятий, в числе которых расширенные заседания. 18 февраля на общем сборе встретились члены регионального штаба, командиры, комиссары направлений, вузов и линейных отрядов, представители региональной власти и ветераны студотрядовского движения. Мероприятие стало и подведением итогов, и стартом в новое рабочее свершение. Поэтому, однозначно, хочу сказать, что это праздник мой, в том числе, как и ваш, так как четыре целины за спиной имею. И действительно, как, верно Алексей заметил, эти навыки, приобретенные в период строотряда, они сегодня пригождаются, будучи даже руководителем региона. В юбилейный год студотрядовцы входят на позитивной ноте. Омский региональный штаб РСО занял второе место среди штабов российских отрядов. С каждым годом на свою первую целину выезжает все больше наших студентов. В 2018 году было трудоустроено 4209 бойцов Омского областного студенческого отряда по семи направлениям. Строительные, педагогические отряды проводников, сельскохозяйственные отряды, путинные, сервисные и специализированные отряды. Также будет празднование юбилейного года в Кремле в рамках всероссийского слета студенческих отрядов в городе Москве, в Кремлевском дворце. Ну и в ноябре, 15 ноября, это планируемая дата, когда мы будем проводить уже торжественное мероприятие, посвященное 50-летию Омского областного студенческого отряда. Еще до начала праздничного концерта, посвященного Дню российских студенческих отрядов, зал регионального центра по связям с общественностью был наполнен энергией единения. Студ отрядовцы пели песни, вспоминали трудовые будни и охотно делились положительными эмоциями. Это та атмосфера, которая царит вот тут на таких мероприятиях, когда можно выйти совершенно с незнакомыми людьми, познакомиться, стать друзьями, спеть с ними с песней, просто обнимать каждого и тебе будут в ответ это же давать. Это чудесно. Почему круто быть бойцом студенческого отряда? Просто потому, что это классно, это новые впечатления и много интересного. Из трудовых будней что для себя вынесли, какие качества приобрели? Ну я думаю, я повзрослел на целине. Было интересно, много навыков приобрели. У каждого отряда свое. Это отличный день, ну именно для нашего отряда, потому что мы пили с собой, что это у нас первые годки. И важно показать всем нашим первые годы, кто только вступил в виды наших отрядов, насколько это масштабное мероприятие, как масштабная наша организация и как она в принципе сплачивает людей. В рамках праздничного концерта министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорианц поздравил ребят и вручил активным бойцам благодарственные письма. Сейчас мы видим, что движение российских студенческих отрядов, это вообще такое вот тоже, опять же, модное, популярное слово, социальный лифт, который позволяет ребятам, которые прошли через стройотряды, а потом более как-то серьезно, более качественно реализоваться в жизни, в профессии. Я бы пожелал именно того, о чем они грезят, это прежде всего получить какой-то свой дом, ну и, конечно, побольше заказов на работы именно в нашем регионе, что тоже все время как бы сквозит, что мы востребованы в целом, в стране. Но, к сожалению, работодатели нашего региона не всегда используют ту уникальную возможность, которая у нас есть.